Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И я вместо того, чтобы делать новые видео по играм, обзоры и так далее, хожу по кинотеатрам в Киевинске. Сегодня я сходил на фильм «Человек-муравей». И вы можете совершенно резонно меня спросить, почему ты, Лёша, ходишь на всякую херню. Дело в том, что просто ничего лучше в кинотеатрах не идёт. Вот весна была классная в плане премьер, были интересные, необычные. А Лето вот как-то не радует. И даже не только интересными фильмами, а чем-то новым. Вот и «Человек-муравей» — это, собственно, продолжение темы супергероев от Marvel. То есть этот фильм в некотором роде связанный с «Мстителями», «Капитан Америка», «Тор». Но тут они не упоминаются. Это новый герой из вселенной Марвел. В темноте почему-то. «Человек-муравей». И, в принципе, конечно, по названию уже кажется, что какая-то фигня будет. Но, вы знаете, я не хочу сказать, что фильм там точно не шедевр. Может быть, даже и не совсем хороший фильм. Но, удивительно, я получил в определённой степени удовольствие. Если бы убрать из фильма линию по взаимоотношению отца и дочери Майкла Дугласа и кто там играет, как-то, Евангелина, как-то там её. Вот если бы эту линию убрать, так вообще очень неплохая комедия была бы. То есть относитесь к этому фильму как к комедии на фоне супергеройских возможностей. И самое классное, то есть, ну, сразу спойлер, «Человек-муравей» умеет уменьшаться, потом увеличиваться. И там очень много сцен в мире, там, знаете, муравьёв, собственно, в мире тли, такое, да. Но, и вот эти сцены самые, собственно, и прикольные. Их много довольно, он динамичный. И в любом случае этот фильм лучше, например, чем «Последние мстители», чем вот последний фильм «Бачёвский», который мы смотрели, где столько было трейлеров красивых, а в итоге получилось. Здесь действительно динамичный фильм. Здесь есть смешные персонажи. Вот тот же мексиканец, который, по-моему, Майкл Пенни зовут, актёра, играет. То есть, ну, был юмор очень такой простой и ненавязчивый. То есть, нет вот такого, знаете, притянущи, как вот в «Последних миньонах», например. Там ощущение, что у людей, ну, они никак не могли шутку придумать, и им приходилось всякую фигню всумывать в мультик. Здесь очень шутки такие ненавязчивые и в тему, можно сказать. То есть, они не притянуты за уши, всё к месту. Конечно, фильм обычный, супергеройский. То есть, там совершенно типичная завязка, развязка, кульминация. Всё это, как во всех супергеройских фильмах. Но смотрится нормально. И если вот на том безрыбье, которое сейчас идёт в кинотеатрах, и идти же он на «Терминатора», правда ведь? Тут «Человек-муравей» в принципе очень, очень нормально. Хотя, с другой стороны, если у вас есть время и возможность посмотреть какие-то другие фильмы, в которых вы уверены, что они, от которых вы получили больше удовольствия, то, наверное, на «Человека-муравей» не стоит идти в кинотеатр. Это такой обычный летний блокбастер, честно говоря. Вы, вот он пройдёт год, вы о нём не вспомните, я вам точно скажу. Но на данный момент его посмотреть хорошо. Актёры сыграли неплохо, что Майкл Дуглас, что Рад, как его имя-то. Ещё я забываю всех этих актёров, как их зовут. Приятно посмотреть, приятно. Есть что-то вспомнить, если вспомнить, какие шутки, между прочим. А? Муж Фиби? О, главный герой – муж Фиби. В общем, «Человек-муравей» на 3 с плюсом или на 4 с минусом. Сами решаете, идти или нет. Мне, в принципе, неплохо. Нормально. Вечер в воскресенье прошёл неплохо. Всё, вы видели и слышали Лёшу Калецкого. Постараюсь, наконец, вернуться к видео по играм. Пакетом.